Время Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры. Уважаемые зрители, здравствуйте. Задает вопрос Валентин. Константин Юрьевич, всегда приятно вас послушать. Спасибо. Но порой вашего оптимизма не разделяю. Но вы знаете, на самом деле, здоровый скептицизм, он везде нужен. И критически подходить, но конструктивно критически, подходить нужно к любым сообщениям. Для того, чтобы человек мог составить какое-то объективное собственное мнение о той или иной проблеме, конечно, он должен подходить к информации критически, чтобы ее проанализировать, сравнить, выяснить, что правда, что неправда. Так что в самом этом критическом подходе нет никакого порока. Плохо тогда, когда человек изначально уже заряжен на то, что вот все плохо, все фигня, везде у нас все не так и не то. И он просто теперь ищет как бы обосновать. У него это мнение уже есть, а теперь он просто подгоняет под него какие-то факты. Вот это метод порочный. Да, ну так вот, Валентин спрашивает. В интернете появилась информация о якобы применении Израилем самолета пятого поколения F-35 по сирийскому аэродрому в пригороде Дамаска. И якобы какой-то еврейский генерал заявил, что русские средства ПВО бессильны перед этим чудесным самолетом. Как вы можете это прокомментировать? Очень хотелось бы услышать ответ. Ну и еще наш зритель Андрей тоже на эту тему спрашивает. В интернете недавно прочитал, как израильские пилоты радовались самолету-невидимке F-35, который купили у Америки. Первый же полет этого самолета был выше всяких похвал. Да, кстати, он прислал, вот покажите, пожалуйста, он даже прислал статью источник мне. Первый же полет этого самолета был выше всяких похвал. Российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» не смогли ни остановить, ни распознать стелс-истребитель, который был поставлен США несколько месяцев назад. Что вы можете сказать по этому поводу? И прислал ссылку вот на эту статью с этого замечательного сайта «Русский еврей». Он какой-то, на самом деле, я посмотрел, там он не столько русский, сколько какой-то бандеровский. Какой-то Жидобандеровец, да? Помните, это Беня Коломойский на Украине, да? Он первый начал выходить к журналистам в этой футболке своей знаменитой с надписью «Жидобандеровец». Ну, вот это какой-то такой сайт тоже. Но, значит, дело даже не в этом. Нет, не в этом. Дело в том, что это просто выдумки, понимаете? И причем это выдумки именно русскоязычной израильской прессы. Вот эти все сайты потом уже перепечатывали. Причем именно русскоязычной. То есть это наши бывшие сограждане, которые уехали, так сказать, на свою историческую родину, но все никак не могут, так сказать, забыть нас с вами. Они, значит, вот пристрастно следят за тем, что здесь происходит, и вот время от времени вбрасывают такие фейки. А вот солидные еврейские издания, между прочим, довольно критически относятся к этому самолету F-35D. Вообще, кстати, причина взрыва в аэропорту, вот этого, о котором говорят, в окрестностях Дамаска, неизвестна. Некоторые эксперты говорят, что там авиация вообще ни при чем совершенно. Это обстреляли его ракетами земля-земля. Да, ну давайте по сути. Так вот, действительно, да, 13 января Израиль нанес удар по аэродрому Мезе под Дамаском. Это, кстати говоря, уже не первый удар по израильской инфраструктуре. Мы с вами уже обсуждали, так сказать, эту проблему. Уже задавали вопрос, а почему мы не реагируем? Я уже тогда объяснял, мы не реагируем по одной простой причине. Потому что у нас есть с Израилем определенные договоренности. У Путина и у Нетаньяху есть определенные договоренности. Нам с вами о них не сообщают и не обязаны сообщать. Но Нетаньяху последние два года в Кремль ездят как на работу. Там он, по-моему, четыре раза был в Москве за это время. И привозят все время с собой то начальника генерального штаба, то начальника разведки израильской и так далее. То есть, совершенно очевидно, что состоялись определенные договоренности. И смысл их заключается в следующем. Мы сказали Израилю, мы не имеем ничего против ваших озабоченностей. Главная озабоченность евреев заключается в следующем. Они говорят, вы, русские, даете оружие Асаду, Асад передает ее Хизбалле. В Ливан. А Хизбалла в Южном Ливане будет применять это оружие против нас. И, скорее всего, Нетаньяху было сказано в Москве, что, конечно, вы имеете право себя защищать. Если у вас есть какая-то информация реальная, доказательная, что идет караван с оружием в Южный Ливан, то, конечно, вы можете его уничтожить, и мы не будем против. Но, зато, со своей стороны евреи пообещали, что они никак не будут вмешиваться, никак не будут противодействовать вообще, так сказать, никоим образом во внутри сирийскую ситуацию. То есть, они просто от этого отстранились абсолютно. Сказали, все. Вот если вы нам это разрешаете делать, а действительно разрешаете, потому что когда мы развернули С-400, который там закрывает весь Израиль, по сути, а потом еще С-300 Тартус, это еще ближе к Израилю. С-300 В-4 мы развернули там систему. Ясно, что, ну, по сути, каждый самолет израильский, который взлетает, военный, он виден на наших радарах. И состоялся вот такой обмен. Поэтому и не уничтожаем мы эти самолеты, хотя видим их. Вот. Но главное все-таки даже нет. Главное, что новость F-35, вот эта липовая, вот этого еврейского генерала, на который там ссылаются, его просто не существует нифига. Ну, не существует. Там, значит, есть ссылка на журнал Defense News. Вот во всех этих фейковых новостях есть ссылка на, ну, солидный такой американский журнал Defense News, новость обороны. Но в самом Defense News, в этом журнале, на сайте его, этой новости нету. Нету. А вот что там есть, так это заявление командующего военно-воздушными силами Израиля о том, что, цитирую, цитирую, он сказал. Развертывание в Сирии системы С-400 бросает критический вызов для проведения израильских операций в регионе. Да? Но даже, даже, если бы этот самолет был реальный, он наносил удар и так далее, ну и что тогда? Откуда вы взяли, что там С-400, наш комплекс его не заметил? Кто, что не сбил? Ну, так я же говорил, почему не сбивают. Есть договоренность. Путин же что сказал? Путин же сказал еще год назад, что он лично отдал команду сбивать любую воздушную цель, которая будет представлять угрозу нашим объектам в Сирии. Нашим объектам в Сирии. Сирийцы, мы восстановили им их противовоздушную оборону, там комплексы С-200 еще советские и прочие. Неплохие, между прочим, комплексы. Это их зона ответственности. Мы развернули С-300В-4 и С-400 не для того, чтобы защищать Асада, а для того, чтобы защищать свои силы и войска, которые в Сирии размещены. И пока им ничего не угрожает, мы и не применяем, естественно, это оружие. Это же очевидно. А кроме всего прочего, там же все рядышком, все близко. Самолеты израильские, в принципе, имеют возможность применять оружие по сирийской территории, не выходя из воздушного пространства Израиля. Что же их сбивать, так сказать, на их собственной территории? То есть, настолько все это непрофессионально, все эти новости и все эти, так сказать, попытки, ну, я так сказать, вбросить какие-то, так сказать, порочащие наш замечательный комплекс С-400 сведения. Настолько они непрофессиональны, что даже не знаешь, что сказать. Да, да и, кстати, этот F-35-то, во-первых, американцы его так и не ввели до конца. Представляете, он первый раз взлетел в 2000 году. Это самолет. Они до сих пор его не могут довезти дома. Это такой многострадальный самолет. Больше триллиона долларов. Вдумайтесь, программа, больше триллиона долларов. Самолет стоит дороже, чем если бы он был весь из чистого золота. Понимаете? Они, вот такая головная боль. Трамп недавно уже сказал, что это невозможно. Он специально встречался с руководством компании, производителя, лично президент Соединенных Штатов, чтобы заставить их сбросить цену. Потому что невозможно по такой цене и такое получать. Вот покажите нам эти самолеты. Вот F-35. Первый полет 2000 год. Начало опытной эксплуатации только опытный. 2015. А достижение полной функциональности проекта на 2021 год. Запланировано. Стоимость каждого самолета больше 100 миллионов долларов. Это если посчитать, разработка с того момента, когда начали разрабатывать. Она в три раза выросла. Первоначально обещали за 30 миллионов. Кроме всего прочего, на самом деле это не вполне себе пятого поколения самолет. Например, он не способен к длительному сверхзвуковому полету без форсажа. А в 2015 году вообще был такой скандал в Соединенных Штатах. F-35 проиграл воздушный бой самолету F-16. 40-летнему. 40 лет назад американцы его начали производить. А F-35 проиграл. Многие эксперты считают, что это не пятого поколения самолет, а 4++. И фиксировать их можно. Я потом как-нибудь в одной из передач хочу отдельно посвятить целый вопрос. То, что приходят и со стороны зрителей, надо просто подготовиться. Вопрос о том, как можно эти невидимки видеть и сбивать. Они совсем не невидимки. Они невидимки только в сантиметровом диапазоне. А в дециметровом и в метровом они очень даже видимки. А у нас есть такие антенны. Да вот, чего далеко ходить. Вот. Буквально сегодня я прочитал новость о том, что к побережью Крыма участились вылеты американских стратегических беспилотников. Скайхок там. У них целая серия этих беспилотников, которые летают там на много тысяч километров. Они в основном развес функции, но они могут и ударные функции, так сказать, выполнять. Они все сделаны по технологии стелс, эти беспилотники. И нормально совершенно, значит, мы их видим на подлете к Крыму. Описано все, как это происходит. Дежурное звено истребителей. Су-27СМ и Су-30СМ под это дело отряжаются самолеты. Они с аэродрома Бельбек взлетают. Когда, значит, фиксируется подлет этого беспилотника, взлетает звено дежурных истребителей. Они выдвигаются в район, где этот беспилотник обретается, подлетают к нему, производят несколько маневров вокруг. Чтобы оператор, а оператор там за пять тысяч километров может сидеть, да. Но он должен увидеть и понять, то есть беспилотник должен ему передать все эти картинки, что вот прилетели русские самолеты, что они туда пролетели, сюда пролетели, да. А потом самолет переворачивается и показывает, что у него под крыльями, значит, он загружен. Что полет не учебный, полет боевой. Что реально загружен боевым оружием. И после этого все эти, значит, беспилотники, все эти там риперы, предаторы, скайхоки, там, посейдоны и так далее. И все они, значит, тут же уходят. Вот это реальность, это правда. Хотя, тоже нужно понимать, что, конечно, С-400, комплекс не идеальный, нет абсолютного оружия. Его не существует. И на том же самом Ближнем Востоке, там, горы, складки местности, еще какие-то, там, так сказать, особенности ландшафта, может быть, климата или еще чего-то, да, конечно, могут создавать условия, при которых обнаружение целей будет затруднено. И в этом нет никакого криминала. Но в целом, все равно, С-400, безусловно, остается лучшим в мире комплексом противовоздушной и противоракетной обороны. Ракета будто выпрыгивает из пускового контейнера и на долю секунды замирает, дает рассмотреть себя хоть немного. Одна за одной ракеты устремляются в небо. Интервал между выходом каждый не больше пяти секунд. А это уникальные кадры со 100-метровой высоты. Две ракеты стартуют почти одновременно и поражают цели. Расчеты С-400 «Триумф» уничтожают два вида цели. Так называемая воздушная мишень «Пищаль» имитирует полет на большой высоте баллистической ракеты, а дань – низковысотную, аналог крылатой ракеты. На полигон «Ашулук» в Астраханской области, а это почти полторы тысячи километров от Москвы, зенитно-ракетный полк был переброшен всего за сутки. Чтобы загрузить всю технику, понадобилось шесть эшелонов. Один дивизион занимает площадь порядка 200 на 200 метров. В него входит пункт боевого управления, пусковые установки и радиолокационный комплекс. «Триумф» включает радиолокационные станции с дальностью обнаружения целей до 600 километров, команды «Пункт», оборудованный сверхпроизводительным вычислительным комплексом серии «Эльбрус», пусковые установки и зенитные ракеты. РЛС обнаруживают цели и передают информацию на КП. После обработки данных командир принимает решение на уничтожение. Расчеты пусковых установок получают приказ перевести ПУ в боевое положение. Продолжение следует...